Карликовые пинчеры или цверкпинчеры. Служебные собаки за внешнее сходство с доберманами, прозванные мини-доберманами. Это одна из самых маленьких пород служебных собак в мире. Цверк в переводе с немецкого значит карлик, гном, лилипуд. Но такая приставка в названии породы абсолютно не означает генетические отклонения и какие-то наследственные недостатки. Собаки породы цверкпинчер пропорционально сложены, подвижны, грациозны и привлекательны внешне. Хрупкая внешность обманчива. Песик самоуверен, с легкостью ввязывается в драку с превышающим его по силе и размеру противника. Характер цверкпинчера энергичный, темпераментный, двигается он стремительно, рысью. Назвать цвергов взбаумошными, а тем более агрессивными, нельзя. При правильном воспитании они дружелюбны и уравновешены. Экстерьер собаки описывается как квадратный, соотношение пропорции тела один к одному, относительно высоты и длины, считается идеальным. Главная особенность цверкпинчера – храброе и самоотверженное сердце в маленьком теле. Из этой особенности породы цверкпинчер вытекают их плюсы и минусы. Итак, достоинства породы цверкпинчер. Эта миниатюрная собачка подходит для комнатного содержания даже в малогабаритных квартирах. Обладает крепким здоровьем. Наследственные заболевания практически отсутствуют. Выносливая, способна сопровождать хозяина в длительных прогулках. Имеет отличный нюх и великолепный слух. Шерстяной покров без подшерстка, что особенно важно для людей, страдающих аллергией. Практически не линяет. Легкий уход за шерстью. Благодаря редким линькам полы и ковровые покрытия в доме остаются чистыми. Практически отсутствует запах псины. Хорошо развитый охранный инстинкт. Можно доверить охрану квартиры или небольшой придомовой территории. Прекрасная обучаемость и послушание. Быстро дрессируется. Собачки любят выполнять команды. Понятливости не уступают большим служебным собакам. Они преданы хозяину. При совместном времяпрепровождении постоянно мониторят обстановку. Не грозит ли владельцу опасность извне. Сверхпинчеры хорошо уживаются с другими домашними животными. Любят хозяйских детей, но достаточно ревнивы, чтобы отдать им пальму первенства. Стараются акцентировать внимание окружающих на себе. Также они легко приучаются к лотку. В ненастную погоду нет необходимости выводить питомца на улицу. Наравне с достоинствами существуют и недостатки породы. Песики обладают отчаянным характером и задиристостью. При первой возможности ввязываются в драку с сородичами. Но отбиваться в силу малых размеров питомца приходится хозяину. Торжевые способности проявляют в виде громкого пронзительного лая. Цверхпинчеры настороженно относятся к посторонним. Если песику покажется, что его жилищу или хозяину грозит опасность со стороны пришедших гостей, то они начнут действовать, облаивать гостей или даже могут прихватить. Собачки данной породы не любят оставаться в одиночестве. Непрекаянный пес способен устроить дома погром и беспорядок. Карликовые пинчеры обожают рыть землю. Это генетическое наследие предков-крысоловов. Считанные минуты зеленые насаждения на приусадебном участке клумбы в парке превращаются в ямы и рытвины. Результат титанических усилий – полевая мышка. Гордо демонстрируется хозяину. Минусом может быть и то, что в холодное время года требуется гардероб. Цверхпинчер – внешне миниатюрная собачка, но норовистая и очень подвижная. Людям, предпочитающим размеренную жизнь, домоседам, любящим провести время на диване у телевизора или лицам со слабым здоровьем, лучше выбрать декоративную породу собак. Карликовые пинчеры отлично подойдут для владения энергичным людям, ведущим активный образ жизни и обладающим незаурядным твердым характером.